Всем привет! Я рада приветствовать вас на нашем сегодняшнем мероприятии. Думаю, что как раз сейчас самое время уже нам начать. Все опаздывающие, думаю, потихонечку к нам присоединятся по ходу. Рада приветствовать вас на сегодняшнем вебинаре. Для начала хочу представиться, немножечко рассказать о себе. Может быть, если кто-то посещал предыдущий вебинар, уже со мной знакомы. Но, тем не менее, я уверена, что сегодня также у нас будет некоторое количество новых слушателей. Меня зовут Маркевич Татьяна Евгеньевна. Я учитель китайского языка в гимназии номер один города Сочи. Также имею честь сотрудничать с издательством посвящения. С самого начала проекта реализации УМК «Время учить китайский» с проекта «Абрабация» в 2016 году работаю с данными. Учебными пособиями. И, соответственно, уже имею некоторый опыт, которым я сегодня хотела бы с вами поделиться. Сразу хотела бы сказать, что это опыт учителя практика. Я постаралась в своем выступлении сегодня набрать для вас такое количество полезной практической информации. Но, тем не менее, также будут некоторые теоретические моменты. Но в любом случае я очень надеюсь, что сегодняшний вебинар пройдет у нас продуктивно, и вы сможете, каждый из присутствующих в теле сможет сегодня для себя вынести что-то новое, что-то полезное. Итак, вебинар наш рассчитан на полтора часа. Поделим его, условно, скажем так, на две части. Первая часть. Немножечко поговорим об УМК, и дальше непосредственно перейдем к творческой, проектной, проектно-исследовательской деятельности на уроках китайского языка. Опять же, повторюсь, надеюсь, что для вас это будет максимально полезно и интересно. Тема сегодняшнего моего вебинара звучит как «Творческая проектная деятельность на уроках китайского языка при помощи УМК «Время учить китайский» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений». Сразу хотелось бы немножечко обговорить один момент, что в моей дальнейшей презентации вы также встретите такое понятие, как проектно-исследовательская деятельность. То есть в теме у нас указана «Творческая проектная деятельность». Но, тем не менее, эти понятия для меня, как для учителя практика, они идут в комплексе. Любая проектно-исследовательская деятельность, она в любом случае является творческой, поскольку направлена на развитие творческого потенциала, научного и исследовательского потенциала наших учащихся. Соответственно, будем данную тему разбирать вот с нескольких аспектов, с нескольких точек зрения. В конце вебинара будет возможность задать вопросы, возможно, что-то будет непонятно в течение вебинара, хотя я постаралась, конечно, подготовить для вас максимально информативное и интересное выступление. Возможно, у вас есть какие-то идеи, может быть, с чем-то вы хотите поделиться со своими коллегами, с нами, со всеми. И зато же это можно будет написать в чате, мы ваши идеи, какие-то, может быть, предложения обсудим в рамках, конечно же, временного регламента, потому что тема на данный момент очень интересная, тема актуальная. И, как показывает практика, у учителей зачастую вызывает большое количество вопросов. Соответственно, если мы, у нас будет возможность поделиться каким-то опытом друг с другом, мне кажется, это будет замечательно. Как я уже сказала, сегодняшнее мое выступление основано не только на практической деятельности в сфере проектов и исследований, мы говорим, естественно, об ОМК, о том, каким образом реализовать данную деятельность, проектно-исследовательскую деятельность на уроках китайского языка, используя наши учебные пособия. Я думаю, что сегодня на нашем вебинаре присутствуют учителя, которые уже работают с ОМК, время учить китайский, может быть, работают в течение нескольких лет. Было бы замечательно, если есть учителя, которые работают на более старших классах, да, седьмые, восьмые, девятые. Возможно, есть кто-то, кто только приступает к работе с данным учебным пособием. В любом случае, для каждого из вас, я думаю, что что-то полезное и интересное сегодня найдем. Первая часть нашего вебинара, да, ОМК, время учить китайский, краткое знакомство. Я постараюсь, на самом деле, достаточно кратко изложить информацию, потому что что-то вы уже можете знать, может быть, что-то слышали, но, тем не менее, на какие-то моменты, которые интересны именно как учителям, практикам, я, конечно же, ваше внимание сегодня обращу. Для начала хотела бы познакомить вас с авторским коллективом ОМК «Время учить китайский». С российской стороны это Сизова Александра Александровна. Я уверена, что многие из здесь присутствующих также знакомы уже с нашим автором, да, возможно, посещали вебинары, возможно, посещали какие-то московские мероприятия, которые Александра Александровна регулярно проводит. Александр Александровна руководитель авторского коллектива ОМК «Время учить китайский». Кандидат в исторических наук, учитель высшей категории, доцент в школу востоковедения факультета мировой экономики, мировой политики, высшей школы экономики. Также хотела бы обратить ваше внимание на то, что Александр Александровна является учителем китайского языка, учителем-практиком, учителем школы номер 548 Царицыно. Соответственно, мы можем понимать, что учебное пособие составлено автором, который понимает, да, суть работы, специфику ее, поэтому о практико-ориентированности, скажем так, учебника, о практико-ориентированности учебника мы можем с вами не сомневаться. И также Александра Александровна является руководителем направления «Китайский язык. Ассоциация учителей иностранных языков города Москвы». Здесь я, наверное, позволю себе, я думаю, Александра Александровна не против, позволю себе обратить ваше внимание на этот факт, что в рамках ассоциации достаточно часто проводятся интересные мероприятия, и поэтому учителям-практикам я также советовала бы обратить внимание на работу данной ассоциации, и, возможно, что-то вы для себя найдете интересное и полезное, да, потому что мы все понимаем, что учителю, учителю-практику, как никому другому, необходимо общение с коллегами, обмен свежими идеями, тем более, что сейчас, как мне кажется, в области китайского языка у нас происходит такое движение, очень интенсивное развитие, поэтому стать частью этого процесса, мне кажется, будет интересно, в принципе, каждому педагогу. И также здесь на слайде вы видите коллектив авторов с китайской стороны, с вашего позволения, не буду перечислять все их фамилии, да, но, тем не менее, они есть авторы с китайской стороны, соответственно, мы можем говорить, да, о таком комплексном подходе к разработке учебника, когда авторы у нас еще и китайцы. На следующем слайде, который сейчас есть на вашем экране, представлена вся линейка 5-9 класс тех учебников, которые есть на данный момент. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что ОМК «Время учить китайский» обеспечивает преемственность на всех этапах общего образования, то есть такой ситуации, когда просто я, как учитель-практик, да, вот три года назад столкнулась мы с такой ситуацией, когда взяли какое-то учебное пособие, и оно просто перестало выпускаться в какой-то момент, да, этой проблемы уже не существует, целая линейка есть, которая обеспечивает преемственность, соответственно, это, конечно же, нам, как учителям, только на руку, это очень удобно, и это так, как должно быть, поскольку не нужно переходить с одного пособия на другое, мне кажется, это достаточно эффективно, и это правильно. Также можете обратить внимание, да, на дизайн учебников, современный дизайн, ученик красочный, ребятам нравится, ученикам нравится, соответственно, это тоже так дополнительный плюс, скажем. Но самым главным, одним из главных, скажем так, моментов относительно ОМК «Время учить китайский» я бы хотела обозначить тот факт, что это первый совместный проект, издательство «Просвещение» и китайского, да, издательство «Лен Мин Чяо Ю Чху Бан Шио» «People's Education Press». То есть мы здесь говорим о том, что учебники априори качественны, да, с интересным наполнением, поскольку это сотрудничество двух крупнейших издательств, российского и китайского издательств. Прошу прощения, я сейчас вернусь на предыдущий слайд, немножко еще информации, да. Если мы поговорим по наполнению учебников, да, что очень важно, по структуре учебников, возможно, не все сейчас имели, не все к данному моменту имели возможность поработать с учебником каждого класса, да, может быть, кто-то остановился на седьмом, да, сейчас работает в классе. Учебник построен по такому принципу содержания учебника, что количество уроков от пятого к девятому классу сокращается. Если вы посмотрите содержание учебников, да, то уроков по количеству в девятом классе становится меньше. С чем это связано? Это связано с определенным подходом, да, к разработке учебников, с тем, что к девятому классу, то есть к более старшим классам, ребята уже наращивают свои компетентности, да, и по определенной теме уже у них есть возможность высказаться больше. И, соответственно, уроки становятся объемнее, их количество сокращается, но уроки становятся объемнее. Мне кажется, это достаточно эффективный съем, поскольку здесь мы видим, да, дифференцированный подход с учетом возрастных особенностей, да. А пятый класс и девятый класс, конечно же, это совсем разный уровень китайского языка, и то, что структура учебника несколько меняется, мне кажется, оживляет процесс учебный, ну и опять же, да, все это происходит с учетом особенностей, и с особенностью, с учетом особенностей учеников, и, соответственно, делает процесс преподавания более эффективным и более удобным для учителей. К особенностям УМК «Время учить китайский» можно отнести следующее. Я сейчас очень кратко постараюсь вам рассказать, да, именно то, как это видится для учителей, для учителей практики, на что можно было бы обратить внимание, да. Первое – это аутентичность языковых материалов. Причем, мне кажется, языковой материал, да, лексический материал в учебнике – это отдельная такая тема для обсуждения, поскольку учебник действительно обладает максимально современной и интересной лексикой. И здесь мне видится, вот данный аспект видится мне вызовом не только для учеников, но и для учителя. Учитель тоже должен обладать компетентностью, да, быть хорошо готовым к каждому уроку, то есть это определенный вызов еще и для учителя, поскольку языковой материал на самом деле интересный, современный и, скажем так, очень, ну, наверное, динамичный, да, то есть что-то, возможно, даже может возникнуть такая ситуация, что сам учитель что-то может не знать, да, из языкового материала, и, конечно же, с этим нужно заранее ознакомиться. Следующий момент – наличие сюжетной канвы в подаче учебных материалов. Сюжетная канва, ну, в принципе, это как бы достаточно такое уже для нас привычное явление, да, действие у нас разворачивается. В России, опять же, насколько я знаю, вот присутствовала на конференции, насколько я знаю, да, это было именно пожелание китайских авторов, китайского издательства. Сюжетная канва есть, и что, и это делает, конечно же, уроки более интересными для наших учеников. Соответствие методического аппарата традициям российской школы и целям на современном этапе ее развития. Вот этот пункт, конечно же, очень важен для нас, для учителей, когда мы говорим о том, что нам необходимо добиться каких-то целей в итоге, да, то есть мы не просто изучаем китайский язык для удовольствия, да, не просто преподаем его, а для того, что все-таки ребята чего-то добились, что-то выучили. И, конечно же, вот это соответствие методических подходов к современным требованиям, это очень и очень, на мой взгляд, важно, да, то есть когда появляется пособие, которое может отвечать всем тем требованиям, которые сейчас предъявляются к современному уроку китайского языка, ну, любого предмета в целом, но мы сейчас говорим, да, про китайский язык. И, конечно же, вот это соответствие, оно, мне видится, значительно снижает нагрузку на педагога, когда педагог уже, в принципе, оснащен всем необходимым методическим сопровождением, да, соответственно, у нас работы становится вот этой меньше, и мы можем свое время, свою, может быть, энергию потратить в какую-то более для нас продуктивную руку. Следующий момент – современные, в том числе, информационно-компьютерные технологии. Да, здесь я бы разделила вот этот пункт на два таких подпункта. Во-первых, учебник, учебный УМК данный содержит электронную форму учебника, что, мне кажется, максимально современно, да, и отвечает всем необходимым требованиям на данном этапе развития нашего отечественного образования. И также в самом содержании учебника активно привлекаются, либо могут быть привлечены педагогам на уроки использования компьютерных технологий, да, то есть одни и те же задания вы можете ребятам предложить как в традиционной форме, да, так и в, с помощью, выполнить данное задание можете предложить с помощью компьютера, да, может быть, составить какие-то презентации, графики, диаграммы и так далее. То есть мы сегодня с вами еще посмотрим немножко наполнение учебника, и вы поймете, о чем я говорю. Практика ориентированный характер – это вот как раз наша сегодняшняя тема, да, проектно-исследовательская деятельность, да, проект – это возможность применить, отчасти, да, применить на практике свои знания, и, конечно же, данные, наличие подобных заданий в ОМК, конечно же, максимально соответствует всем необходимым требованиям, да, и делает уроки намного интереснее и повышает, естественно, результаты, повышает эффективность нашей работы, нашей работы как учтение. Личностная ориентация, адресное содержание учебных материалов. Далее, следующий момент, на который тоже хотела бы обратить внимание – наличие социокультурных материалов о России. Вот данный момент, мне кажется, он у меня, опять же, да, исходя из моих, из моего опыта работы с учебным пособием, он несколько отличает ОМК «Время учить китайский» от других учебников, да, поскольку многие пособия на самом деле содержат в себе блок, посвященный культуре Китая, но мало где на уроках иностранного языка мы можем еще ознакомиться и с нашей российской реальностью. Вот это мне видится очень интересным моментом, и, как показывает практика, для детей это тоже очень интересно, да, когда мы воспитываем в детях не только толерантность к другой культуре, да, но и патриотически их воспитываем, да, то есть развиваем в них самоидентификацию как гражданина Российской Федерации. На самом деле это очень интересно. И опять же, исходя из моего опыта, очень много вопросов у ребят возникает не только относительно культуры Китая, да, но и относительно нашей культуры. Некоторые данные, некоторая информация, которая есть в ОМК, ребят удивляют, они даже что-то не знают про свою страну. Мне кажется, что это, конечно же, очень интересно и является такой, ну, достаточно отличительной чертой. Возможность дифференцированного подхода к организации образовательного процесса. Вот на этом пункте тоже, мне кажется, можно заострить несколько внимания. Дело в том, что действительно данное учебное пособие предполагает возможность реализации дифференцированного подхода к организации нашей работы на уроке. Всегда, мне кажется, в каждой группе возникает ситуация, что некоторые ученики слабее, да, кто-то, наоборот, сильнее. И всегда учителю в этой ситуации, особенно, да, когда есть какие-то лидеры, которые просто начинают скучать на уроке, всегда учителю приходится что-то дополнительно придумывать, да, какие-то свои, может быть, подключать разработки, наработки для того, чтобы этого ученика немножечко, да, загрузить заданием, для того, чтобы все-таки его уровень рос, соответственно, с его возможностями, да, здесь мы говорим про личностно-ориентированный подход, да, в обучении. Учебные пособия «Время учить китайский» предполагают возможность у учителя реализовать данный подход. Например, каждый раздел содержит дополнительную лексику, которая может учителем использоваться, да, это указано в книге для учителя, может использоваться учителем на уроках, да, а может даваться в качестве либо дополнительного задания, либо же не использоваться вовсе. То есть если вы видите, что класс слабоват, уровень успеваемости, оно актуально, может быть, там, для седьмых классов, уже для более старших, если вы видите, что класс слабоват, то можно не привлекать данные материалы, просто работать с основным содержанием урока. Если же вы видите, что ребята способны, или же есть некоторые индивидуумы, да, которые могут взять у вас дополнительное задание, обязательно привлекайте дополнительную лексику, она, еще раз повторюсь, есть в конце каждого раздела. Мне кажется, это повышает максимально эффективность нашей работы и, конечно же, очень положительно сказывается на результатах учителя. Более того, мы сегодня говорим про практическую деятельность, да, про проекты и про исследования. Их также можно использовать в качестве, вот, их можно использовать в контексте дифференцированного подхода. Я немножечко попозже скажу, каким образом это можно сделать. То есть данное направление также актуально и для проектной исследовательской деятельности. Следующий момент – воспитательная и развивающая ценность материала, широкие возможности для социализации учащихся. Ну, здесь мы говорим, наверное, больше о заданиях, да, о том материале, который дается в данном УМК, да, содержание диалогов. То есть вы тоже можете посмотреть, можете с этим ознакомиться. Достаточно. Все соответствует требованиям. И последний момент – это реализация обучения на основе диалога культур России и Китая. Вот я ранее говорила о материалах относительно нашего государства, да, но в любом случае страноведение Китая должно присутствовать в учебном пособии. В УМК время учить китайский, вот это страноведение выражено через сравнение, через сравнение России и Китая. Мне кажется, данный подход, ну, достаточно оригинальный, потому что ученикам всегда интересно посмотреть на другую культуру, не просто со стороны, да, а через призму своего опыта. Когда мы сравниваем Россию, да, как раз у нас и происходит этот процесс, да. То есть ученики могут знать, допустим, ну, вот пример какой-нибудь, да, из уроков. Допустим, приветствую, да, все мы знаем, как мы приветствуем друг друга по-русски. Как же делают это китайцы? И всегда в этот момент ученики более оживленно включаются в процесс обучения, в процесс обсуждения, поскольку им интересно, поскольку это касается не только вот какую-то, да, абстрактную китайскую культуру, с которой они еще не совсем знакомы, которые находятся для них, от них достаточно далеко, да, но это и касается их, да, они могут сравнить это со своим опытом. Конечно же, это очень полезно и очень эффективно. То есть, мне кажется, через реализацию вот именно такого подхода происходит более глубокое понимание культуры страны изучаемого языка, да. То есть мы здесь не только, опять же, мы не только формируем толерантное отношение к другой культуре, да, когда мы сравниваем Россию и Китай, да, мы говорим о том, что всегда возникает, я думаю, у любого учителя практика были такие ситуации, когда возникает некое осуждение в сторону китайцев, да, почему они делают так, а мы так не делаем, да. Здесь есть возможность ребятам, опять же, да, позволить сформировать толерантное отношение к культуре, правильное восприятие чужой культуры посредством изучения своей культуры. Мне кажется, на это тоже необходимо обращать внимание. Данный диалог, он выражен максимально, скажем так, ярко в заключении каждого урока, да, это рубрика «Изучаем культуры России и Китай». Если у вас нет страноведения как отдельный, то есть не вынесен у вас этот предмет в сетке расписания как отдельный предмет, то, конечно же, очень советуются на... То есть я бы крайне рекомендовала вам обращать на это внимание в рамках урока китайского языка, поскольку мы понимаем, что изучение языка не может у нас протекать в отрыве от изучения культуры. И здесь, вот в этом аспекте, это, конечно же, выражена максимально авторская позиция, поскольку я знаю, что Александра Александровна очень, скажем так, поддерживает эту идею, это ее основная идея, поэтому если вы только начинаете работать с УМК, обратите внимание на данный момент, мне кажется, что это тоже очень важно и очень эффективно. Если мы будем говорить о составе УМК, вот все, что существует, сейчас указано на слайде. Учебное пособие, рабочая тетрадь, да, разница между учебным пособием и рабочей тетради в том, что задания, упражнения в рабочей тетради, они несколько у нас усложняются, да. Соответственно, опять же, мы там говорим про дифференцированный подход, но, собственно говоря, вы можете это тоже самостоятельно посмотреть. Следующий момент – это прописи. Электронная форма учебника. Книга для учителя, аудиокурс, рабочие программы. Обратите внимание, пожалуйста, здесь на слайде, рядом с последними тремя пунктами, у нас значок компьютера стоит, это говорит о том, что данные материалы вы можете найти на сайте издательства просвещения, они в свободном доступе, покупать ничего не нужно. И я сейчас хотела бы немножечко акцентировать внимание вот на двух важных элементах, которые есть в данном курсе. Первое – это книга для учителя. Книга для учителя – это очень важный элемент УНК, который мы ни в коем случае, как учителя практики, не должны с вами оставлять без внимания. Книга для учителя содержит у нас не только необходимые методические все и дидактические рекомендации для учителя, но и содержит определенное количество информации по языковому материалу, по страноведению, лингво-страноведению, которые, конечно же, учитель, не имея такого пособия, вынужден каждый раз искать в каких-то дополнительных источниках. Поэтому перед началом работы с УНК я бы рекомендовала каждому учителю практику обязательно в порядке ознакомиться с данным пособием. Книга для учителя. Если вы уже начали работать с учебными пособиями, вы знаете, тот, кто только планирует приступать, перед началом работы в пятом классе рекомендуется учителю, то есть содержание учебника пятого класса построено таким образом, что учителю рекомендуется перед началом прочитать ученикам вводно-фонетический и вводно-иероглифический курс. То есть, в принципе, мы в любом случае делаем это на уроках, то есть даем какую-то информацию относительно иероглифики, фонетики, то есть что-то дополнительное, какие-то материалы. Так вот эти все дополнительные материалы вы можете найти как раз в книге для учителя. То есть максимально все развернуто, максимально полезно и для учителя. То есть небольшая такая лекция, прошу прощения, относительно иероглифики, истории иероглифов. То есть все вот это вы можете найти именно там. Поэтому, пожалуйста, книгу для учителя. Ни в коем случае ее не нужно игнорировать. Мне, конечно же, нужно ознакомиться. Аудиокурсы, я думаю, здесь как бы комментарии не нужны. И следующее – это рабочие программы. Рабочие программы – это вообще, мне кажется, такой элемент УМК, который просто первый помощник, наверное, учителю в плане, скажем так, экономии в виде нашего обычного российского педагога. Поскольку я, опять же, исходя из своего достаточно скромного опыта работы в гимназии, к примеру, да, 3-4 года назад, мы рабочие программы вынуждены были самостоятельно составлять. И я думаю, что каждый учитель понимает какая-то большая нагрузка. И, конечно же, это существенно влияет на качество нашей работы, поскольку все-таки это не совсем входит в обязанности учителя, но тем не менее. То есть не имея вот такого методической вот такой поддержки, учителю, конечно, приходится намного сложнее. Здесь учитель максимально освобожден от всей вот этой рутинной работы для нас необходимой, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь, это максимально полезно, это как раз ориентировано на нас, на практиков. И, знаете, просто я знаю по опыту, да, общаясь с коллегами из других регионов, которые работают с данным пособием, часто просто не знаю о существовании вот такого элемента ОМК, он есть, пожалуйста, заходите на сайт, знакомьтесь и применяйте в своей ежедневной практике, внедряйте. Так, сейчас, когда, скажем так, наше знакомство уже, мы потихоньку подходим уже к концу, да, мы поговорим уже конкретно о нашей теме, проектно-исследовательской деятельности на уроках китайского языка при помощи ОМК «Время учить китайский». Сразу же хотела бы сказать, да, что если сейчас, вот, допустим, по содержанию, по составу ОМК возникли какие-то вопросы, то в конце вебинара, еще раз, да, повторюсь, вы можете их задать, а особенно это касается тех учителей, тех педагогов, которые только приступают к работе с ОМК «Время учить китайский». Проектно-исследовательская деятельность. Неважно, в рамках ли использования, да, ОМК или вообще просто проектно-исследовательской деятельности на уроках, на уроках китайского, она на данный момент, как показывает практика, вызывает большое количество вопросов, причем большое количество вопросов не только со стороны учеников, но и со стороны учителей, со стороны педагогов. У меня был опыт, этим летом я выезжала для проведения семинара, в Хабаровске, и, может быть, кто-то из хабаровских учителей сейчас тоже меня слушает, и как раз вот там мы говорили на тему проектно-исследовательской деятельности, и как показал тот разговор, тот наш диалог, на данный момент у учителей большое количество вопросов относительно данной темы, да, возможно, кто-то уже, кто-то понимает методику работы, да, понимает специфику, но, может быть, не обладает необходимыми, там, знаниями источников или, может быть, необходимыми какими-то методическими, методической поддержкой. Поэтому сегодня, опять же, мне хотелось бы поделиться с вами своим опытом, поскольку вот это сложная, может быть, на данный момент тема, может быть, не будем говорить сейчас, да, там, относительно преподавателей московских, все-таки как-то в Москве всегда процессы эти быстрее происходят, но если мы говорим про регионы, то эта тема все равно еще вызывает много вопросов. И вот этим своим скромным опытом я бы хотела, конечно же, с вами поделиться. Возможно, в конце вы также сможете какую-то мне, может быть, дать информацию, что-то какие-то ваши разработки мы сможем обсудить. Итак, если говорить максимально понятно, да, и кратко, то проектная исследовательская деятельность – это деятельность, которая направлена на развитие творческих и исследовательских качеств наших учащихся. Когда мы говорим о проектной исследовательской деятельности, мы должны понимать, что данный процесс – это процесс некоторого выхода за рамки обычного урока. То есть исследование предполагает самостоятельное изучение учеником материала, самостоятельную работу, да, то есть это уже несколько отличается от того, что мы привыкли с вами проводить на уроках, просто в рапах уроков, да, и несколько отличается от того, к чему на данном этапе привыкли наши ученики. То есть развитие исследовательского мышления, как мне видится, это, конечно же, основная цель проектной исследовательской деятельности. Основная идея проекта – это решение личностное, либо социально значимой практической, либо теоретической проблемы. Здесь мы говорим о том, что любой проект или любое исследование, конечно же, должны содержать какую-то проблему, которую мы будем с вами, точнее не с вами, а с учениками, да, вы будете решать. То есть по большей части ученик будет это делать самостоятельно под вашим чутким контролем. Дело в том, что зачастую ученики и иногда педагоги путают проектную исследовательскую деятельность с другими формами работы. Ну, допустим, с рефератами, может быть, да, с анализом каких-то данных. На самом деле проектная исследовательская деятельность не имеет с этими направлениями, да, общих каких-то, точнее, имеет общее пересечение, то есть тот же самый анализ данных, это, конечно, как часть проектной исследовательской деятельности. Но в итоге проекты исследования, они должны решать какую-то проблему, которую мы совместно с учениками должны, конечно же, обозначить. Проектная исследовательская деятельность – это поиск решения проблемы, где ответ заранее нам неизвестен, да, то есть исследование, которое приведет нас к какому-то интеллектуальному результату, который не был известен нам заранее, да, причем очень важно еще здесь, да, у нас здесь проектно-исследовательская деятельность, на самом деле проекты исследования это тоже несколько разные понятия, да, то есть исследование мы исследуем, подтверждаем, не подтверждаем какую-то гипотезу, получаем интеллектуальный продукт на выходе, да, проект это уже когда мы работаем над каким-то продуктом, который мы можем на практике применить потом, но об этом мы чуть-чуть попозже тоже с вами поговорим. Хотела бы отметить тот факт, вот у меня здесь на слайде вынесено, что проектно-исследовательская деятельность учащихся является обязательным элементом образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях, согласно ФГОС, то есть это говорит о том, что мы уже не можем избегать проектно-исследовательскую деятельность, да, и, соответственно, для того, чтобы реализовывать ее максимально эффективно, в первую очередь необходимо, конечно же, наращивать свои навыки, конечно, педагогу, потому что педагог здесь хоть и не является ключевой фигурой, но тем не менее очень важной, да, педагог, мы понимаем, да, мы будем дальше говорить роль педагога в проектах, да, но тем не менее, если мы сами не понимаем принципы работы с проектами, то это, конечно же, отражается на результатах наших учащихся. С точки зрения учащегося, проект – это возможность применить на практике свои знания, реализовать какие-то свои идеи индивидуально, в паре, либо в группе, попробовать свои силы. То есть мы здесь можем говорить о том, что проектно-исследовательская деятельность, конечно же, направлена, то есть она максимально практикоориентированная, да, то есть она позволяет ученикам на практике применить все то, что они изучают в теории, то есть показать себя, применить себя. Для, с точки зрения учителя, проектно-исследовательская деятельность – это инструмент для развития исследовательского мышления, инструмент для гармоничного развития личности, для реализации всех необходимых принципов на уроках, то есть здесь мы видим такую обоюдно полезную деятельность, да, как для ученика, так и для учителя. Конечно же, проектно-исследовательская деятельность не может у нас реализовываться ни в коем случае на каждом уроке, да, то есть проекты, они могут быть разные, мы сейчас тоже поговорим о продолжительности проектов, мы не говорим о том, что это наша ежедневная практика, но, тем не менее, проектно-исследовательская деятельность, конечно же, занимает определенную роль в нашей работе с учащимисями. Если говорить о, скажем так, о том, что может нам дать проектно-исследовательская деятельность, вот здесь на моем слайде представлены основные моменты, которые я выделяю для себя, да, для чего же все-таки проектно-исследовательская деятельность может быть у нас полезна. Ну, в первую очередь, да, способствует она успешному творческому развитию личности, да, когда мы говорим о всех современных требованиях, да, во-первых, и к уроку, и к тому, каким должен получиться наш ученик на выходе, да, из школы. Конечно же, проектно-исследовательская деятельность максимально соответствует, да, я сейчас говорю, конечно, о требованиях ПГО, да, когда мы говорим там о личностное, ориентированное обучение, да, то есть максимально помогает, помогает со всех сторон развивать нашего ученика. Дальше повышает, я немножко не по порядку буду говорить, да, повышает эффективность и качество учебного процесса. На самом деле мы понимаем, я думаю, да, если уходить немножечко от теории, мы на практике все, конечно же, видели некоторую скуку в глазах, в глазах и вообще в образе учеников, да, при выполнении однообразных упражнений, каких-то, да, там, на отработку, тренировку навыков. Упражнения могут быть письменные, устные и так далее, да, то есть для того, чтобы преподавание, в нашем случае, китайского языка, да, не было, скажем, ну, наверное, скучным, да, для учеников, и приносило максимум эффекта, конечно же, и существует вот эта проектная исследовательская деятельность. То есть мы здесь позволяем ученикам с несколько, с другого ракурса взглянуть на предмет и, соответственно, через вот это увеличение интереса к предмету, повысить их эффективность качества нашей работы и, как следствие, да, там, успеваемость и повысить, конечно же, их результаты. Следующий очень важный момент – это тот факт, что проектная исследовательская деятельность обучает наших учеников мыслить самостоятельно, решать проблемы, применяя те знания, которые они накопили в ходе обычных, да, ну, стандартных, не исследовательских уроков. То есть вот этот пункт, он максимально важен на данный момент с учетом нашей современной реальности, да, с учетом тех требований, которые предъявляют к современному работнику, да, то есть когда работник у нас должен быть способен постоянно развиваться, принимать какие-то решения, да, постоянно решать проблемы, искать решения этих проблем – это, конечно же, вот максимальная практикоориентированность для наших учеников. Проект подразумевает под собой самостоятельную обработку информации учениками, самостоятельную его работу над проектом. Конечно же, не без помощи учителя, так и дальше, да, у нас там будет информация, но тем не менее. И, опять же, возможность для учеников применить знания на практике, когда мы говорим в случае нашего китайского языка, да, когда мы не просто изучаем язык, который когда-то где-то понадобится, да, а когда мы можем уже на нем, на этом языке, допустим, защитить проект, да, либо какую-то информацию поискать, опять же, на китайском языке. К сожалению, возможно, да, там, для столицы, для крупных городов очень… это не является проблемой, да, там, наличие, к примеру, носителей языка, да, когда ученики могут на практике пообщаться с учителями из Китая, да, но для маленьких городов это тоже такая проблема, да, то есть носителей языка нет, соответственно, где применять китайский язык? Кажется, что мы учим, да, столько времени язык, который потом людей никак не применят. Ну, соответственно, вот проектная исследовательская деятельность может стать одной из областей, да, реализации данного подхода. Развивает критическое мышление. Критическое мышление развивается, конечно же, в процессе отбора информации, да, в процессе работы над самой идеей проекта, в процессе выбора темы, да, когда ученик самостоятельно, да, выбирает тему, насколько она будет актуальна, насколько она нужна, насколько она полезна для общества, для него, да, все это, конечно же, формирует критическое мышление и максимально соответствует тем принципам, которые нам необходимо реализовывать на наших уроках и вообще в школе в целом. Развивает предметные и метапредметные навыки. Предметные здесь все понятно, да, когда проекты у нас уже для учеников, более старших классов, естественно, выходят на уровень, когда мы говорим полностью на китайском языке, это, конечно же, идеальная картина. Ну, здесь мы видим развитие предметных навыков, да, и метапредметные в процессе осуществления проекта исследовательской деятельности огромное количество метапредметных навыков у нас развивается, да. Это и навык, скажем так, и навык дисциплины, да, и самопрезентация. То есть огромное количество... Группами, возможно, это там даже в качестве, может быть, как-то индивидуально, да, какой-то индивидуальный подход. Вот возможность реализовывать проектно-исследовательскую деятельность на уроках может действительно повысить уровень мотивации к изучению китайского языка. Каким образом это происходит? Дело в том, что, как я уже говорила, да, зачастую там где-то к седьмому классу, ну, к восьмому, да, седьмой-восьмой класс, вот это такие очень важные, мне кажется, периоды, да, происходит некоторое снижение интереса к предмету, и, соответственно, уровень мотивации учеников изучать китайский язык, стараться, он тоже падает. И мы можем, да, там заметить момент, когда там падает успеваемость у каких-то учеников, которые, казалось бы, были до этого сильные, да, были заинтересованы. Так вот, проектно-исследовательская деятельность как раз помогает немножечко повысить этот уровень, уровень мотивации, я сейчас имею в виду, посредством чего? Дает возможность ученикам посмотреть на китайский язык немножечко с другой точки зрения, что китайский язык, опять же, это не просто тексты, да, это не просто аудирование, это возможность применить на практике, это возможность познакомиться, там, с китайским, допустим, интернетом, да, при поиске информации. То есть, во-первых, это возможность винить просто вид деятельности на уроках, да, то есть постоянно применять какие-то игровые моменты мы тоже не можем, да, тем более, если мы говорим о уже старших классах, да, ну, старших, я имею в виду, вот в нашем отрезке 5-9 класс, да, то есть игровые методы, может быть, они не всегда будут эффективны и не всегда уместны. Так вот, проектная исследовательская деятельность, конечно же, она может смотивировать учеников к изучению китайского языка, и может быть такая ситуация, что именно после реализации какого-то проекта повысится дополнительный интерес, да, и может быть, какой-то ученик, который уже постепенно забросил китайский язык, вновь воспылает к нему любовь. Такое тоже бывает в моей практике, такие случаи были, поэтому, конечно же, применяйте и с этой точки зрения в том числе. На данном слайде указала умения и навыки, которые необходимы при проектировании, при реализации проекта исследовательской деятельности. Соответственно, мы также можем сказать, что они еще и развиваются, да, у нас эти навыки. Ну, это целеполагание, да, когда ученик учится самостоятельно формулировать цель своего исследования, да, это очень важно, и это часто возникает таким, становится таким проблемным моментом, да, когда ученик не понимает цели исследования. Целью исследования или там проекта он определяет словом «описать», да, ну, «описать» — это не совсем цель проекта, да, нам нужно решить какую-то проблему. «Описание» — это все-таки не решение проблем. Вот и дальше мы, да, переходим к этому умению определить проблему. То есть умение работать, аналитически мыслить — это все, конечно же, необходимо при реализации проекта исследовательской деятельности. И, соответственно, все это развивается в наших учениках, когда мы работаем по данному направлению. Организация и планирование деятельности. Здесь вообще очень, мне кажется, такой проблемный момент для школьников, поскольку организация, да, на какие-то длительные сроки достаточно для них еще видится сложным моментом. Поскольку привыкли там жить ученики у нас от урока к уроку, да, домашние задания, а проект, особенно если он какой-то долгосрочный, то есть он требует, вот этого нашего тайм-менеджмента, да, то есть он требует организовать свою деятельность таким образом, чтобы не делать проект в последний день, да, чтобы плавно подойти к выполнению проекта, потом к его защите. То есть это, конечно же, максимально полезный навык, который необходим не только ученикам в школе, да, не только при их дальнейшем обучении в высших учебных заведениях, да, но и в нашей жизни в том числе, и, опять же, говорим, да, соответствует всем необходимым требованиям для реализации на наших уроках. Дальше самоанализ. Самоанализ тоже очень важный такой аспект, когда ученик самостоятельно, либо под контролем учителя, да, определяет, какая часть его работы действительно важная, какая значимая, какая может примениться на практике, а какая, ну, скажем так, не является, может быть, проектом, не является исследованием. Здесь тоже мы говорим о развитии метапредметных навыков. Способность рефлексии, умение принимать решения. Это тоже очень важный, по мне так, как мне кажется, момент, особенно вот умение принимать решения, как показывает практика, когда мы начинаем работать в сфере проектно-исследовательской деятельности с учениками, все они тяготеют к традиционной, да, форме работы, когда учитель выдает конечный какой-то вариант решения проблемы и самостоятельно, конечно же, делает, они мало чего хотят. Так вот, как раз, если мы будем, да, настойчивы, будем правильно использовать подходы, необходимые при реализации проектно-исследовательской деятельности, мы постепенно научим учеников самостоятельно принимать решения, рефлексировать на тему, да, своей работы, работой, может быть, одноклассников, одногруппников. То есть это, опять же, те навыки, которые, они необходимы, но, опять же, мы их развиваем, работая в данном направлении. Самостоятельность в поиске информации и применении знаний. Ну, здесь, опять же, понятно, да, то есть ученику необходимо самому без помощи учителя, как показывает практика, тоже без помощи родителей, потому что родители редко могут помочь в области китайского языка, да, самостоятельно поработать с информацией, делать выбор информации, да, причем, конечно же, эта информация должна быть максимально полезная, эта информация должна быть значимой, да, то есть это не просто какая-то информация из сети, то есть вот это все, конечно же, нам необходимо при реализации проекта и исследовании наших уроков. Далее на слайде вы можете посмотреть классификацию видов проектов. Опять же, хотела бы добавить, что, конечно же, это мое видение ситуации, вы можете что-то добавить от себя, я думаю, что обязательно найдутся, да, такие моменты, которые можно было бы сюда добавить, но давайте вот немножко кратко познакомлю вас с тем, что я для себя определила, да, то есть по содержанию могут ли проекты у нас видоизменяться, по продолжительности и по форме выполнения. По содержанию они могут быть информационные, практикоориентированные, творческие или исследовательные, да, проекты. По продолжительности мини-проекты, мини-проекты, под понятием мини-проект я подразумеваю проект, который реализуется, ну, в рамках одного, максимум двух уроков, да, то есть вы начали работать в классе и потом в качестве домашнего задания даете продолжение, да, данного проекта, и он приносит, ученик приносит вам результат уже на следующий урок. Дальше проекты могут быть недельные, четвертные, либо же годовые, да. Опять же, все зависит от формы реализации вашей деятельности в вашем учебном заведении, да, может быть, если у вас три места, то это могут быть триместровые проекты. Опять же, да, мы сейчас дальше будем говорить о содержании УМК. Конечно же, там у нас больше они, наверное, по разделам, да, вот конкретно по уроке есть какой-то проект. Опять же, это все не, скажем так, не тот, не стандарт, да, то есть вы можете добавлять что-то от себя, естественно, ориентируясь на ситуацию, которая имеется у вас. Ну и по форме выполнения проекта традиционно они делятся на индивидуальные, парные и групповые. Вот ниже я выделила то, каким я вижу, скажем так, распределение проектов по возрастным категориям. Пятый, шестой класс – это проекты творческие и групповые. Ну, как показывает практика, да, во-первых, для настоящих исследований, конечно же, пятый, шестой класс – это еще рановато. Почему групповые? Потому что проект в своей структуре содержит такой элемент, как презентация. И, как показывает, опять же, практика конкретно моя, пятый, шестой класс – ученики еще все-таки не совсем готовы к индивидуальной презентации своей деятельности, да, присутствует элемент стеснения, поэтому чаще им интереснее выполнять проекты, конечно же, групповые. Конечно, будет замечательно, если у вас получится как-то миксовать деятельность, да, возможно, выполнять индивидуальные, парные, групповые. Но если, опять же, ученики у вас стяготеют больше групповой формы, то, мне кажется, да, данного вопросного контингента, скажем так, да, это не является чем-то таким запретным или неправильным. Седьмой, восьмой, девятый – это практика ориентированной исследовательской индивидуальной проекции, да, особенно уже к девятому классу ученики более охотно, конечно же, соглашаются на индивидуальную проекцию. Это связано уже с уровнем самопознания, с желанием отличиться, с желанием показать себя, свои знания, да, тем более к девятому классу уже уровень китайского и уровень вообще знаний очень сильно отличается, бывает такое, да, что учеников, и, соответственно, допустим, тот же самый ученик с высоким уровнем китайского языка, он вряд ли хочет работать в паре, да, с кем-то, у кого уровень пониже, то есть он хочет показать себя. Ответственно, вот такую классификацию я предложила, да, разделение по форме выполнения, по продолжительности. Конечно же, я уверена, что сюда можно что-то добавить, да, вот даже сейчас можно уже по ходу добавить сюда какие-то игровые, да, проекты, все это имеет место быть, и, конечно же, здесь, скажем так, большая свобода для творчества, для учителя. Вообще, я вижу проектную исследовательность, это возможность, вижу ее возможностью для учителя выразить и самого себя в том числе, свой подход, да, то есть это творческая работа, в которой вы можете тоже самовыражаться, и чем, скажем так, больше у вас, да, каких-то знаний в этой теме, тем, конечно же, ваши проекты, проекты ваших учеников будут интересны. Кстати, относительно видов проектов, также хотела бы обратить внимание на элемент УНК, рабочие программы. Вот там вы можете найти некоторые, есть целый список там формы организации работы на уроке, да, каким образом вы можете найти там идеи для того, как провести презентацию, да, там, может быть, в формате, например, там, ток-шоу, в формате викторины, круглого стола и так далее. То есть это все у нас есть в рабочих программах, посмотрите, поинтересуйтесь, мне кажется, это тоже такие какие-то идеи может вам дать. Следующий момент, проектно-исследовательская деятельность, сейчас мы уже поговорим непосредственно в УНК время учить китайский. Вот я вынесла сюда два основных принципа, да, которые у нас описывают УНК время учить китайский. Это соответствует требованиям ФГУС. Мы говорим о том, что, да, если все должны быть, да, знакомы с этими требованиями, конечно же, проектно-исследовательская деятельность обязательно входит в содержание данных учебных пособий. То есть без нее мы реализуем все необходимые принципы, и, соответственно, как бы эти задания мы можем наблюдать, можем наблюдать с самого пятого класса. Конечно же, форма заданий будет разная, содержание заданий будет разным, но принцип в том, что проектно-исследовательская деятельность появляется с пятого класса. То есть мы постепенно на уроках китайского языка приучаем учеников работать в данном направлении, формируем исследовательское мышление. Использование материалов данного учебника в учебном процессе направлено на достижение личностных, метапредмерных и предметных результатов. Ну и мы, опять же, я повторю, что все-таки проектно-исследовательская деятельность как раз у нас тоже направлена на достижение всех этих результатов. Соответственно, она имеется, она находится в УНК, времяучит китайский, и вам тоже с ней необходимо будет работать. Если говорить об основных рубриках, в которых выражена проектно-исследовательская деятельность, это три рубрики. Причем в некоторых из этих рубриках существует прям целенаправленно, то есть есть задание провести исследование. В некоторых рубриках вы можете самостоятельно найти повод для организации проектно-исследовательской деятельности. То есть это, мне кажется, очень развивает не только ученика, но и педагог. Посмотрим. Одна из рубрик, это рубрика «Обсудим». Первая, да, причем она, мне кажется, такой, самый максимально в ней концентрированная. Она как раз направлена на реализацию проектно-исследовательской деятельности. Вот здесь у нас, скорее всего, это фрагмент из учебника седьмого класса. Посмотрите, пожалуйста, на вот эту диаграмму. Во-первых, мы здесь работаем со статистическими данными. Нам предлагают изучить какую-то информацию, и потом эту информацию обработать, и в конце провести свое исследование. Вот конкретно в этом задании нам предлагают провести исследование среди учащихся нашей школы с целью выявления их активности во внеклассной деятельности. Опять же, да, то есть это у нас прямое задание на осуществление исследовательской деятельности. Опять же, здесь подход, да, он может быть, скажем так, дифференцированным. То есть вы должны посмотреть по ситуации у себя. Скорее всего, допустим, может быть такой момент, что в школе не так активно изучается китайский язык. И особо на китайском языке опрашивать будет некого. То есть здесь вы можете как-то применить тоже немножко, быть более гибкими, да. Может быть, вы попросите учеников, провести исследование и сравнить, допустим, то, каким образом, насколько вовлечены во внеурочную деятельность ученики России и ученики, допустим, Китая. То есть в любом случае ситуацию можно как-то обыграть, и это будет, опять же, да, только интересно, только интересно для ваших учеников. Сразу же здесь я хотела бы дать такой совет. Если вдруг возникает, это, опять же, мой опыт, наверное, такой, если возникает у вас ситуация такая, что какой-то ученик хочет несколько поменять исследования, да, несколько поменять задания, мне кажется, это не совсем возбраняется, да, но, опять же, может быть, он хочет там сравнить какие-то там два других государства, да. Если, конечно же, вашей целью не стоит изучение какого-то конкретного литического там или языкового материала, здесь мы, мне кажется, должны только, наоборот, приветствовать такие инициативы, да, опять же, мы говорим про личностно ориентированный подход, о возможности ученика проявить себя, да, о возможности выбрать тему ту, которая была интересна именно ему, поэтому, мне кажется, это таким не совсем критичным, да, отступлением от тела. Самое главное, чтобы проект был выполнен в итоге, да. Дальше, следующая рубрика, это рубрика «Учимся вместе». «Учимся вместе» рубрика, она, опять же, может содержать задания на реализацию проекта исследовательской деятельности. Допустим, вот здесь у нас задание, нам необходимо в группе, да, это групповой проект, как мы видим, да, по 3-4 человека подготовить информативные яркие презентации на китайском языке о традициях и современном значении праздников России и Китая. И потом нам необходимо представить работу и ответить на вопросы от наклассников. Да, то здесь мы видим групповой проект, который, опять же, да, то есть вы можете его относительно, там, продолжительно стерилизовать, как вам будет удобно, да, там, в следующем уроке, или это будет недельный проект, да, то есть смотрите, опять же, по своей ситуации. Ну, здесь у нас, нам необходимо исследовать какую-то информацию, да, возможно, это информация, если это начальный, да, уровень обучения будет на русском языке, если это 8-9 класс, то это может быть информация на китайском языке. Потом представить готовый продукт, презентацию, и представить эту презентацию классу, защитить свой проект. Опять, да, мы говорим о том, что все-таки это задание является вот таким максимальным проектным заданием, да, то есть здесь вы можете вот эту идею применить. Следующая рубрика, это рубрика «Изучай культуры России и Китая». Здесь не всегда можно найти вот именно отсылку, скажем так, к проектной исследовательской деятельности, но учитель, опять же, может несколько преобразовать, да, то есть «Изучай культуры России и Китая», это у нас как раз вот этот информационный блок, лингво-страноведение, и, конечно же, именно в этой сфере также могут проводиться какие-то исследования, либо выполняться какие-то проекты учащихся, да. Вот здесь, допустим, нам предлагают изучить, воспитать вопрос, прошу прощения, обсудить вопрос воспитания детей, да, как он происходит, вы можете, да, что-то добавить сюда, как этот происходит процесс воспитания. В Китае, в России, опять же, да, попросить учеников собрать какую-то информацию, исследовать этот вопрос, да, определить, какая может быть здесь проблема. То есть эта рубрика мне видится, опять же, такой рубрикой, которая может помочь учителю реализовать проект на исследовательской деятельности. Сейчас немножечко по классам, да, мы посмотрим. Как я уже сказала, да, конечно же, проекты будут отличаться в зависимости от года обучения. То есть нет необходимости требовать от учеников пятого класса проектов на китайском языке, они вдруг не могут их выполнить еще, да, каких-то очень серьезных исследовательских проектов. Но, тем не менее, проектная деятельность так или иначе должна быть и должна быть реализована на уроках, да. Опять же, мы видим там, допустим, рубрику пятый класс, это рубрика изучаем культуру России и Китая, откуда вы, опять же, можете, да, идею проектной исследовательской деятельности получить. Ну, чаще всего, конечно же, для пятых и шестых классов актуальны еще и игровые какие-то проекты, да. Ну, вот, допустим, здесь у нас указано, здесь больше, наверное, даже игра такая, да, там дальше в учебнике тоже шестой класс, по-моему, или пятый класс, нам предлагают оформить, допустим, книжку, телефонную книжку, где указать номера телефонов всех учащихся в группе, да. То есть ученикам нужно провести небольшое, это как раз мини-проект, да, небольшое вот исследование на уроки, и потом в конце выдать готовый проект, то есть готовую эту телефонную книжку, может быть, они на учителю отдадут, может быть, они себе, да, который будет иметь для учеников практическую значимость, да, то есть потом, используя данную книжку, они всегда могут звониться до своего одноклассника и спросить домашнее задание, да. То есть, как бы здесь вот, конечно же, наша задача быть максимально готовым к тем трудностям, которые могут возникнуть у ребят на ранних этапах обучения, да, и подходить, опять же, соответственно, к данному процессу, исходя из особенностей, из возрастных особенностей. Дальше у нас здесь уже учебник седьмого класса, именно к седьмому классу появляются как раз вот такие уже серьезные задания на исследование, да, мы видим здесь диаграммы, то есть с седьмого класса ученики уже способны, уже готовы проводить более-менее серьезное исследование, да, либо работу над проектом. Опять же, здесь форма реализации на ваше усмотрение и, конечно же, на желание, нужно еще учитывать, да, там, желание учащихся, особенно если это седьмой класс, когда очень такой острый момент возрастной, мне кажется, стоит, да, когда ученики не совсем терпят какое-то давление, тем более, что проектная исследовательская деятельность подразумевает работу ученика именно в интересном для него направлении. Допустим, если он хочет составить какие-то графики на компьютере, да, то есть использовать компьютер, пожалуйста, это только поощряется, это полезно, это развивает его с разных сторон, может быть, кто-то хочет нарисовать график, не знаю, там, от руки, да, если ученик, у меня просто был такой случай, да, ученица очень хорошо рисует, художница, и, конечно же, можно позволить ей дать эту возможность, да, для того, чтобы ученик почувствовал, да, не только свою, скажем так, не только свою компетенцию, компетентность в сфере китайского языка, да, но и как-то через этот проект выразил себя в обществе. Мне кажется, это тоже достаточно важный момент, который нам необходимо с вами учитывать. С седьмого класса уже, да, обращаю ваше внимание, появляются серьезные задания на реализацию проектной исследовательской деятельности. С этими заданиями нам необходимо работать, их игнорировать, в том случае, опять же, повторюсь, не нужно, да, просто в спокойном режиме они присутствуют у нас в каждом уроке, то есть, как бы, мы не можем их уже никаким образом обойти. Следующий, да, это восьмой и девятый класс. Форма, в принципе, уже у нас идентичная с формой седьмого класса, да, то есть это уже серьезные проекты. Единственное, что по содержанию, да, они могут различаться к восьмому и девятому классу, особенно восьмой класс, да, когда ученикам уже интереснее говорить именно о самоидентификации, о самоопределении каком-то, да, проекты могут быть более личностно ориентированы, да, здесь, допустим, вот в учебнике с восьмого класса нам предлагают провести исследование, подготовить презентацию, а потом еще и провести дискуссию на тему того, какие же у нас могут, какие у нас качества характеризуют хорошего ребенка и хорошего родителя, да, то здесь мы видим еще, да, полное соответствие содержания УМК не только вот задания, да, там, допустим, на практические исследования, деятельность, да, но и... Соответственно, возрастным особенностям учеников, да, к восьмому классу, конечно же, эти темы, они становятся максимально актуальными. И девятый класс, да, опять же, нам предлагают вот здесь праздники сравнить в России и в Китае. Конечно же, к девятому классу уровень проекта уже должен существенно отличаться, это уже должен быть серьезный проект, который ученик, которому подходит максимально серьезно, да, но у вас есть возможность с пятого, да, по девятый класс, конечно же, учеников этому научить, но тем не менее, да, то здесь уже, как мне видится, не могут быть допущены какие-то, скажем так, слишком простые проекты, да, либо несерьезные, это уже, конечно же, требования к ученикам. Основные принципы проектной деятельности. Вот мы сейчас поговорили о том, да, как они у нас там разделяются, проекты по виду, да, какими они могут быть, проекты, как они по классам разделяются. Основным вообще принципом, да, потому что часто у учителей даже возникает вопрос в том, как реализовывать данную деятельность. Я выделила три основных принципа. Первый – это самостоятельное выполнение проектного задания ученику. То есть ни в коем случае учитель не дает готовое решение ученику. Таким образом, если мы будем давать готовое решение, мы ни в какой момент не сможем развить вот это самостоятельное мышление, да, исследовательское мышление, то есть ученики выполняют задания самостоятельно. Им дается тема исследований, и они должны самостоятельно поработать с информацией, то есть учитель не дает готовых никаких ответов. Конечно же, на данном этапе возникает, особенно в начале реализации, да, проектной исследовательской деятельности возникает огромное количество вопросов и проблем, поскольку ученики все-таки каждый раз желают вот вернуться к привычному для них формату, да, когда учитель подсказывает, да, учитель не то чтобы направляет, да, но учитель дает уже готовый вариант. Нет, ни в коем случае такого подхода быть не может, поскольку это противоречит основному принципу, то есть это не является в таком случае проектной исследовательской деятельности, да, то есть ученик не самостоятельно выполняет проект. Конечно же, это определенный вызов и для учителя, и для ученика. Следующий момент, да, учитель в роли наставника. Вот здесь часто, опять же, просто исходя из опыта общения с коллегами, из своего опыта, да, часто тяжело оставаться в роли этого наставника, особенно, да, когда ученик приходит и несколько раз, там, может быть, не может справиться с заданием, как-то найти информацию и так далее, да, хочется дать ему уже готовый вариант. Нет, ни в коем случае ученик просто мягко направляет, прошу прощения, не ученик, учитель направляет ученика, да, то есть дает какие-то основные принципы работы с проектами, да, но ни в коем случае не выполняет проект за него самостоятельно, да, то есть не говорит, вот, посмотри на этом, не знаю, сайте, да, вот здесь и вот это возьми, вот это. Да, то есть ученик максимально должен быть самостоятельным, но, опять же, учитель не может в этой ситуации полностью дистанцировать от данного проекта. Учитель в любом случае должен управлять, но управлять, находясь, являясь не главной фигурой во всем процессе, да, а второстепенной. Главной фигурой у нас является, конечно же, ученик. То есть здесь наша роль такая, она, скажем так, да, не должна быть лидирующей для ученика, но, тем не менее, не справляться с этой ролью мы тоже не можем, поскольку самостоятельно без учителя, конечно же, никакой проект реализован в этом уровне. И достаточный уровень компетентности педагога. Что мы говорим? Во-первых, компетентность, да, вообще в понимании проектно-исследовательской деятельности, в понимании темы. Когда мы выбираем тему с учениками, да, что-то им советуем, как-то обсуждаем, конечно же, в идеале учителю необходимо выбирать ту тему, в которой он сам не является полнейшим новичком. Конечно же, это, опять же, да, очередной вызов для педагога, то есть зачастую ученики хотят выбрать темы, которые там для каких-то долгосрочных проектов, да, темы, которые учителю может быть неизвестны, да, здесь нужно найти какой-то вот такой баланс, да, то есть нам необходимо и учеников направить в нужное русло, да, и при этом как бы самим в этой сфере развиваться. То есть здесь компетентность педагога, она формируется именно по двум понятиям, понимание вообще принципа работы с проектно-исследовательской деятельностью, да, и, конечно же, компетентность именно дальше в ведении этих проектов. Наша роль, как мы говорим, да, учитель в роли наставника, в роли такой не совсем активной фигуры, но, тем не менее, наша роль, она очень и очень большая и очень важная наша роль, поэтому, конечно же, от учителя зависит то, каким образом будут реализовываться проекты у учащихся. И вот здесь кратко я уже по времени смотрю, да, чтобы мы успели. Часто, конечно же, возникают какие-то сложности в данном процессе. Сложности возникают у двух сторон, да, но мы сейчас будем говорить больше все-таки про сложности наших учащихся и как же мы можем с ними их проработать, как мы можем сделать так, чтобы реализация проектно-исследовательской деятельности прошла максимально для нас эффективно, и мы все-таки результатов необходимых добили. Вот то, что я, исходя из своего опыта, да, исходя из опыта коллег при общении, да, опять же говорю, когда находилась в командировке в Хабаровске, мы это очень детально обсудили, какие могут возникать проблемы. И понимание сути проектно-исследовательской деятельности. Ну, то есть, когда ученики не понимают, что такое исследование, что такое проект, когда они путают это просто с рефератом, может быть, с каким-то описанием, вот это, конечно же, задача в первую очередь педагога, для действий до учащихся, что есть в проектной деятельности на самом деле. Если ученики не уловили суть проектно-исследовательской деятельности, соответственно, проекты выполнены не будут. Я думаю, что это как бы, ну, всем нам понятно. Сложности формулировки темы. Когда мы говорим по формированию темы, конечно же, мы должны учитывать несколько факторов. Во-первых, да, мы говорили, что тема, вообще наш проект должен решать какую-то проблему. То есть, эта тема должна данную проблему затрагиваться таким образом. Плюс тема должна быть социальной, либо личностнозначенной для нашего ученика. И при этом тема должна быть, конечно же, в идеале, интересной у учеников. Соответственно, опять же, сложность формулировки темы – это тот момент, который может корректироваться педагогам. Но, опять же, он возникает и является таким моментом для обсуждения. Для, в общем, есть над чем поразмыслить, скажем так, в эти темы. Отсутствие достаточной информационной базы по предмету. Вот этот момент, он был затронут как раз вот учителями Хабаровска сельских школ. Дело в том, что, да, вот для меня, конечно же, может быть, для большинства из нас это хорошо, что так оно и есть, эта проблема не актуальна, да, когда у учеников, просто, к примеру, у учеников, как и сельских школ, нет доступа к интернету или доступа к компьютеру. Соответственно, какую-то информацию он найти не может. Он просто не обладает возможностью этой информации каким-то образом обладать, да. А информационная база по китайскому языку, по Китаю, которая содержится в той же самой школьной библиотеке, она, естественно, будет недостаточна. И здесь, конечно же, вот эта проблема, которая не может решиться исключительно нашими стараниями, да, это такая проблема, которая, может быть, она не самая актуальная, но, тем не менее, она тоже присутствует, она существует. Следующий момент – это неумение работать с иностранными, китайскими, в нашем случае, источниками. Тут, опять же, наша задача учеников все-таки направить в сторону страны изучаемого языка, да, дать им понятие, потому что информация может быть нами найдена не только в русских, да, в источниках русскоязычных, но также можно обратиться и к опыту наших китайских коллег. Здесь, конечно же, опять же, необходимо учеников направить, но вот это неумение работать с ними, с данными источниками, конечно же, тоже является такой проблемой. Относительно низкая значимость китайского языка как учебного предмета. Вот этот пункт я внесла в свою презентацию, да, это актуально, вот для, может быть, в моем пути это актуально, да, с некоторыми коллегами, вот с московскими я общалась, это не актуальная проблема, да, для кого-то китайский язык является значимым предметом, но, тем не менее, да, когда мы говорим о каких-то проектах, допустим, долгосрочных, если это там проекты в девятом классе, то китайский язык просто очень редко выбирают, и, соответственно, конечно же, это не, скажем так, исключает вот эту возможность проработать все навыки, да, о которых мы сегодня говорим, и отсутствие мотивации, да, но отсутствие мотивации к выполнению проекта не видится, конечно же, из непонимания сути работы с данным проектом. Если мы все это проработаем, то мотивация тоже будет равна в нем. Способы решения, которые я предлагаю, да, проведение вводных занятий по теории и проведение обучающих тренингов по поиску и обработке информации. Перед началом работы с проектами, проектной исследовательской деятельности, учителю необходимо дать ученикам понять, что же такое проектная деятельность, то есть научить учеников работать в данной сфере. Конечно же, можно, мне кажется, самый такой, ну, понятный и самый простой способ это провести несколько обучающих занятий, в которых вы самостоятельно с учениками разберете, что же такое проектная исследовательская деятельность, снимете все сложности, то есть не просто сразу приступите к реализации данного подхода, а все-таки изначально немножечко поработаете с теорией. Вот тогда в таком случае огромное количество трудностей, оно будет ликвидировано на начальном этапе, и дальше работать нам, конечно же, будет намного-намного проще. Следующий момент – это выбор темы с учетом желаний и интересов школьников. Вот здесь, ну, не всегда, да, это может быть возможно, если мы говорим о содержании, допустим, учебных пособий, да, иногда тема уже у нас задана, но, опять же, когда мы, когда ученик выбирает тему, ту, которая ему интересна, соответственно, у него и повышается мотивация выполнять данное задание, то есть ему намного интереснее работать, всегда интереснее работать в той сфере, в которой ты что-то понимаешь и в которой у тебя есть какой-то личностный опыт, да, то есть если ученик спортсмен, то, конечно же, тема спорта будет ему куда более ближе, чем тема каких-то, допустим, компьютерных технологий. Вот это тоже является одним из ключевых решений проблем. Эффективная работа в паре ученик-учитель. Вот это, мне кажется, вот этот пункт, он ключевой такой, да, который может, в принципе, в себя объединить огромное количество других способов решения этих проблем. Если нам удается выстроить работу с учениками по проектной исследовательской деятельности таким образом, что у них не возникает никаких вопросов ни к содержанию, ни к форме исполнения, да, ни к презентации, то, конечно же, мы можем сказать о том, что мы выстроили эффективную работу. Если вы работаете с долгосрочным проектом, конечно же, мне кажется, очень полезно учениками с учениками заранее определить, каким образом вы будете с ними сотрудничать. Принимаете ли вы, допустим, проверку проекта, я не знаю, может быть, они присылают вам на электронную почту, да, какой-то промежуточный вариант, либо же вы как-то консультируете их там между уроками, либо вы выделяете какое-то определенное время для того, чтобы ученики могли задать те вопросы, которые возникают у них при работе с проектами. Вот если эта связь будет эффективно у вас отлажена, то, конечно же, считайте, что уже половину дела, да, сделали, когда ученик понимает, что даже если он что-то не понял, то у него нет необходимости приходить без готового проекта, то есть он может подойти к учителю в назначенное время и получить консультацию относительно того, каким образом будет двигаться дальше. Следующий момент – это наличие проработанного и максимально понятного для учащихся алгоритма работы. Опять же, да, когда это такие перекликающиеся пункты, да, когда ученикам понятно, как работать, им понятна последовательность работы с проектом, конечно же, вопросов возникает и сложности уже возникают намного меньше. И последний момент – это исключение стрессового компонента. Когда ученик, опять же, да, не знает, как работать, не понимает принципа, начинает нервничать, либо там это особенно часто это со стадии презентации, да, у нас, вот если нам удастся снизить этот стрессовый компонент, а снижается он посредством снижения, скажем так, непониманий в этой сфере, да, то есть когда процесс становится максимально понятным, вот тогда стресс, он, конечно же, может присутствовать у учеников, да, мы не можем отвечать за всех учеников и за их эмоциональное и психоэмоциональное состояние. Но тем не менее, когда ученик знает, как работать в этой теме, конечно же, стресса намного меньше у него возникает. И это тоже ответственность нас, как учителей, да, как наставников в данном процессе. Вот как один из способов решения вот этой проблемы, да, я вижу это, скажем так, вы можете заранее подготовить и раздать ученикам памятку по выполнению проекта. То есть вы это можете обсудить на вводном занятии, да, когда вы будете рассказывать, либо на каких-то тренировочных занятиях, да, как все-таки работать в данной теме. Ну, дальше обязательно у ученика должна быть какая-то такая памятка, в которую он всегда может заглянуть, если у него возникают трудности, допустим, дома он ищет какую-то информацию по исследованию, да, и вот он забыл, как вообще, как ему работать, да. Ну, вот, допустим, алгоритм работы, да, здесь и, в принципе, указан алгоритм работы, который там полезен для нас, но указан он в формате такой памятки, которую, конечно же, необходимо ученикам предложить. Выяснение исходной проблемы, планирование работы, изучение литературы источников, ну, то есть вот все попутно, чтобы ученик знал, как ему действовать далее. Следующий момент, буквально тут у нас остается совсем немножко времени, уже потихоньку начинаем, скажем так, уже двигаемся к окончанию. Презентация. Презентация – это необходимый, это важнейший элемент проекта. Без презентации можно считать, что проект не завершен, да, это обязательная часть проекта исследовательской деятельности. Соответственно, презентация, да, у нас вообще развивают ученика с абсолютно разных сторон, да, опять же, метапредметно, когда ученик учится и демонстрировать свои навыки, и формулировать свои цели и задачи исследования. То есть здесь мы говорим о том, что презентация, она не только необходима по регламенту, да, но она и максимально полезна для учеников. Вот условия успешной презентации я вынесла, опять же, сюда на слайд, да, то есть, во-первых, это наличие известного и понятного для учащихся регламента, для того, чтобы учащиеся понимали, как им проводить эту презентацию. Следующий момент, ну, то есть, допустим, вы даете какое-то определенное количество времени на презентацию, да, либо вы указываете формулу, то есть вот это все должно быть, конечно же, с учащимисями обговорено. Минимизация стрессового компонента, опять же, происходит посредством предварительной проработки всех правил проведения презентации. И, конечно же, учет возрастных особенностей и способностей учащихся. То есть мы должны адекватно подходить к уровню презентации учащихся в своих проектах, да, то есть презентация в пятом и в девятом классе, конечно же, будет существенно различаться. То есть здесь, опять же, нам необходимо проявлять очень такой тактичный и правильный, грамотный подход, как у учителя. В принципе, проектная исследовательская деятельность, да, завершение уже, да, сейчас уже потихоньку завершаю, и дальше вопросы, если вдруг во дне у каких-то, мне видится замечательным инструментом, который решает огромное количество наших насущных вопросов, да. То есть это и повышение качества образования, и повышение эффективности, это и мотивация учеников, это и творческое предметное, метапредметное развитие личности. Наша здесь задача, как педагогов, конечно же, ответственно подойти к данному процессу, ни в коем случае его не бояться, может быть, не игнорировать, да, потому что, как мне и видится, проектная исследовательская деятельность является замечательным таким способом самореализации педагогов в том числе. Поэтому обязательно, если у вас, ну, точнее, вы работаете, да, с УМК «Время учить китайский», обязательно эти задания необходимо выполнять, выполнять, мне кажется, с творческим подходом. Я надеюсь и я уверена, что все обязательно получится, и в этом деле я, конечно же, желаю вам успехов. Сейчас, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, у нас остается несколько минут, немножечко тут я задержалась, но если есть какие-то вопросы, напишите, пожалуйста, в чате, я готова на эти вопросы ответить. Так, пока вижу, что вопросов никаких нет, может быть, сейчас пока еще тут пару минут немножко поговорю, да, возможно, вопросы появятся. Вот, вопрос, в Сочи популярен китайский язык? Да, в Сочи китайский язык сейчас набирает обороты, и он очень популярен, немножечко нужно понимать специфику города, да, вот эти тенденции, все, которые для столицы и для других регионов были актуальны несколько лет назад, да, до Сочи дошли только сейчас, и на данный момент это направление очень перспективно и достаточно так быстро развивается, да. Китайский язык в Сочи сейчас популярен. Возможно, не совсем мы еще знаем, где мы его можем применить, да, китайских туристов, как хотелось, нам не так уж и много, но тем не менее, среди учащихся, среди учебных заведений китайский язык сейчас, мне кажется, на пике популярности. Так, давайте, еще у нас есть три минуты. Да, спасибо, да. Это правильно, конечно же, здесь и нам, как педагогам, это очень отрадно понимать, что все-таки наш предмет, но тем более, я думаю, с тем фактом, что китайский язык сейчас является возможным предметом по выбору на ЕГЭ, и, конечно же, я думаю, что роль китайского языка не только в Сочи, но и в других городах, она будет постепенно у нас, конечно, утверждаться и возрастать со временем. Так, вопросы. Есть ли еще какие-нибудь вопросы? Я думаю, что если вопросов нет, то, наверное, мы уже сейчас можем закончить наше сегодняшнее мероприятие. От себя я еще раз пожелаю удачи, удачи в нашей ежедневной практике, в проектно-исследовательской деятельности, конечно же. Удачи во всех начинаниях. Следите, пожалуйста, за мероприятиями, которые проходят, поскольку наше развитие – это развитие наших учеников в том числе. Поэтому, наверное, сейчас мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Буду рада встретиться на каких-то еще мероприятиях. Пожалуйста, следите и принимайте активное участие. Продолжение следует...